Друзья, всем привет! Сегодня открашиваем навесное с Volkswagen Покажу пару моментов Те, кто смотрит канал постоянно уже такое видели А тем, кто не знает покажу, как делать подкапотку правильно, подзавод красиво, буквально с двух шагов с гарантией того, что там все будет держаться как защитить металл, чем и необходимость и рациональность использования подложки, здесь окрашивается сольвентом, все, я отдавал краску на подбор сам не стал заморачиваться ей, то есть у нас есть сольвент и у нас есть в принципе подложка Перед открасом, стандартная процедура открытый металл, защищаю, сейчас работаю вот этим, грунтиком реально зашел вот прям реально зашел то есть все протиры а протиры они неизбежны закрываем эпоксидным грунтом однокомпонентным любым, которые работают с металлом имеют защиту от коррозии то есть что-то антикоррозионное это в принципе самое главное условие потому что базовая краска никакая не имеет защиты от коррозии весь открытый металл закрываем а он как правило только на торцах за редким исключением где-то на плоскости но если на плоскости уже есть пробив то это это сушитель весла лучше отработать грунтом мокрый по мокрому то же самое и на капоте но тут много показывать не буду то есть все что внутри открытое, протертое это надо закрыть иначе если там будет царапка там будет гнить грунтсиллер я развел с подложкой подложка по коду в цвет здесь у нас именно подбор то есть он от кода чуть-чуть отличается в зеленую сторону развел я себе полный стакан вот этот перелил в пипешку колодовскую и уходим краситься так как бы так взять чтобы показать давление 1,3 подачу закрутил факел закрутил он мне тут сильно не нужен и теперь наша задача открасить подкапотник что здесь делает силер силер это грунт-изолятор который имеет адгезию к неотшлифованному лакокрасочному покрытию а здесь лакокрасочное покрытие отшлифовано но все равно в каких-то участках куда невозможно залезть вручную там отшлифовать невозможно это раз то есть силер там прилипнет два то что силер после высыхания делает матовую такую поверхность она матовеет которая не пачкается с которой все прекрасно отнувается один в один выглядит как заводское покрытие только ему нужно дать цвет цвет здесь добавляется один к одному с готовым грунтом то есть имеем готовый смешанный с отвердителем грунт и в него добавляем готовую смешанную с разбавителем исключительно сольвентную базовую краску поэтому как бы вода тут не прокатывает и прокрашиваем чуть давляк по дыму прокрашивать буду в двух слоев такой первый как бы пропыльный сейчас пройду прикрою фон и потом уже буду закрашивать именно потому что тут часть есть которая под ковром ну ее надо прокрасить и часть которая лицевая видна постоянно ее надо именно покрасить неудобно я сейчас выключу камеру и покажу что получилось так подкапотник внутри открашен силер высыхает от 20 минут до часа в зависимости от того сколько от чего налили тут два с половиной плюс-минус слоя потому что там все проемы все отверстия чтобы красного ничего не было видно нигде и ниоткуда потому что красный сука светится очень сильно ушел у меня в общей сложности 350 грамм сюда вылил все полностью теперь бампер тут подтираю от трема получил новые наждачки на пробу это тысячка с такой желтенькой пупыркой чтобы в руках держалась можно подтереть там где грунт был припылен это так я чисто пробую как себя наждак показывает отлично здесь по капоту в принципе не вижу смысла грунт лежит очень очень красиво ровно поэтому только липкой салфеткой продусь ну а здесь надо уже пообдуваться и липкой салфеткой протереть теперь все открашиваем первый слой вообще положено полный мокрый второй до укрывистости и половинка эффект кстати вчера приезжал ко мне Роман технолог трема я с ним общался по поводу с ним общался по поводу того чтобы у них на базе учебного центра по моему не буду говорить какого конкретно могу ошибиться в общем поговорил чтобы можно было провести однодневный ну может быть если большая группа соберется двухдневные курсы по работе материалами трем также можно будет параллельно хватануть технолога который полноценно от какой-то компании расскажет покажет допустим те же приходы на серебре сложные которые как правило всем не даются со старта правильность нанесения той же базы да вот сальвентной если есть интерес по этому поводу напишите в комментах это бесплатные будут курсы мне просто будет нужно оговорить конкретную дату и конкретный объем информации который можно будет вложить в этот день а мы продолжаем как бы вот такая вот вставочка которая довляк камера соберись довляк двоечка наносим ну в принципе на ивату можно не двоечку но уже так стоит внутряки я тут уже прокрасил сначала красятся торцы внутряки все углы и потом только лицо делается это лишь для того чтобы изнутри никакой ссор не прилип когда будем прокрашивать лицо все оставляем межслойка 10 минуток сейчас печка дубасит в камере жарко 23 градуса не могу ее остановить тут пока ля-ля-ля-ля тут уже в принципе ну еще рано еще рано еще в углах мокро ждем до полного мотовения во всех щелях во всех кармашках наносим еще один слой уже более мокрый на полный крыв и здесь эффект то есть поскольку это подложка я не буду наносить им я буду наносить еще один слой цвета и эффект то есть что мне дает тут подложка я экономлю около полулитра подборной дорогущей базы то есть эта база тоже не дешевая она слита походу но тем не менее она дешевле чем подбор а в цвете мы не потеряем ровным счетом ничего потому что будет полтора слоя нужного нам цвета прошла межслойная сушка берем липкую салфетку и протираем все поверхности на предмет ссора или еще чего-нибудь то есть что-либо может быть такое ну бывает всякое зацепилось за салфетку вы прям это почувствовали и это дело можно пока что спокойно подтереть не опасаясь вообще ничего то есть подтереть фактически как вот вот тут что-то у меня о салфетка сама выколупала то есть можно подтереть спокойно взять тысячку и как будто это грунт спокойно вытереть потому что всякое бывает ничего страшного в этом не будет чисто здесь у нас соберем чутка опыльчик тут чуть-чуть есть на пальцах видно но это не страшно ну и здесь проверим все ли тут нормально все нормально и приступаем теперь класть краску также один полный слой и потом эффектный припыльный ну давайте на крыле сейчас покажу всегда стравливаем чуть в сторону и поехали сначала торцы хвосты концы торцы видите насколько цвет отличается у Америки от Европы и потом эффект покажу сушка и проходим эффект давляк 1.7 эффект только по наружке проходится в проемах смысла нет или иначе ну в проемах торцы во всякие углы иначе будет мокрый слой который ну не будет того нужного эффекта именно чуть-чуть увеличиваем расстояние я чуть опустил давление красил где-то на 1.8 то же самое на двери ну и так же капот капот положил лежа так удобнее просто как раз перекрою вот эти пятнышки у меня есть выкраска ту которую мне ребята отдали с подбора так конечно проверять не актуально как с водой не прокатит ну хотя бы можно посмотреть на то как сильно развернуто зерно так ли оно развернуто и так далее то есть в принципе все так следовал полностью рекомендациям ребят в плане напыла все оставляем сейчас минут на да пусть минут на 15 наверное останется и будем лакировать посмотрим что у нас тут наделано лачок попробовали апп спешл с он более крепкий попробуем его есть сыринки их надо будет потереть в течение двух дней потому что потом этот лак деревенеет его уже ничем не возьмешь давно этот лак ждал своей участи и наконец-то попалось попалось то где его можно применить ну такой карамельный знаете прикольненький есть на капоте и он долго вот что мне не понравилось отлачивался когда было меньше я выключил вытяжку уже пошли чаю попить ну минут 20 прошло а он он еще такой открытый на отлип это плохо то есть это в лаке я не приветствую не люблю ну так в общем все открашено смотрим как открашивать допустим такие участки тут на заводе Америка она глянцевая поэтому львем в глянец если это Европа то припыляем наливаем лицо чтобы тут остался припыл так Европа прокрашивается и здесь то есть тут у нас припыленная лаком вот это первая треть кусок ну так было сделано на заводе точно так же сделал и я а все остальное остается полуматовым и выглядит очень очень прямо близко к заводу все силер уже полностью сухой общего времени прошло чуть больше чуть больше двух часов после начала то есть ну такие все сухие ну теперь ждем только лак я наверное этот лак больше использовать не буду ну не нравится мне ну 20 минут ну куда нафиг а он весь еще живой такой каким бы он ни был там крепким это это не то что меня устраивает на этом все показывать как полировать его не буду думаю ничего интересного в течение двух дней даже керамика которая очень хорошая керамика полируется нормально всем пока спасибо сколько субтитров субтитров Продолжение следует...